Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 26 июля и так как многие просят меня периодически показывать, как дела обстоят в огороде, я вот сегодня вышла снова подвязать, обстричь и покажу вам сейчас мои помидоры, которые на улице. Я не была 10 дней, потому что сидела считала семена все эти дни безотрывно. Еще выходить на улицу не было нужды, потому что лили дожди постоянно поливать не надо. И за это время помидоры, конечно, сильно разрослись. Я вот сегодня снова пришла, опять обрезала, там еще не до конца дошла. Обрезала пасынки, подвязывала, полола, рыхлила, все делала. Вот сейчас сделала, чтобы показать вам и рассказать. Аллея гигантов, несмотря на то, что погода была не очень хорошая, меня радует в этом году, как всегда. Да, видите какие, вот это вот любимые праздники. Они начинают прям с самой земли и пошли, 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 пошли. Там еще вверху вот маленькие завязи. И так на всех кустах. Все кусты хорошие, такие здоровые помидорки. Аллея гигантов. Ой, сейчас немножко перемещусь. Вся хорошо завязалась. Вот видно, до самого конца все идут, 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 идут томатики. Но они, конечно, еще не спеют, потому что они очень крупноплодные. Некоторые вот уже на весы полкилограмма и больше есть у меня томаты здесь. Спеют только малыши, которые, сейчас я вам покажу, вон там далеко, может видите, краснеют помидорки. Крупные, конечно, еще не спеют. Но завязей очень много, еще раз говорю, что радуют меня томаты, несмотря на то, что я боялась, что пройдет такие затяжные дожди, что не будет ничего, никакого толку. Но нет, а не рассада была сильная, она все осилила. И вот я хочу заострить внимание тех, кто про две помидорки в одну лунку у меня все интересуется. Вот смотрите, у меня было посажено две помидорки в одну лунку. И пока они были маленькие, казалось, что им тесно и места мало им. Но чем взрослее помидоры, тем свободнее им становится. Видите, как листва убирается, и прекрасно видно, что они все, видите, какие расстояния. Все они хорошо проветриваются, все они хорошо просматриваются, солнца им хватает, всего им хватает. Если бы по этой же схеме, как вот между ними 40 сантиметров, как по правилам, если бы было по одной помидорке, то, конечно, помидор было бы в два раза меньше. Но так как у меня два кустика, видно, что томатов прям, они как скучно, очень много. Потому что это вот с этого куста, а это с этого, это с этого куста, а это с этого. И получается, что урожайность все равно повышается на квадратный метр. Ясно, что или был бы один кустик здесь, или тут у меня два кустика. Вот я вам показала, как выглядят сегодня мои помидоры. Сейчас общий план покажу. Общий план неплохой вся рассада. Ну не рассада, уже как растения, можно сказать. Все растения зеленые, если вот так общий план посмотреть. Видно, что фитофторы еще нет. И там вот в рядах, сейчас пройдем, покажу. В рядах уже кое-где спеют помидорки. Ну спеют, как всегда, в первую очередь маленькие. Вот оранжевые сливки, которые мелкоплодные, вот такие вот. Там медовый король. Но в основном на улице, кроме скороспелых сортов, еще ничего не спеет. Все томатики еще висят зелененькие. Но меня радует хотя бы то, что все они, как, не подвержены фитофторе, что яркая зеленая листва, они все здоровые, потому что у нас месяц был дождь. Вот такая ситуация у меня на сегодня, на 26 июля. Очень хорошо завязались крупноплодные. Я прям хожу, любуюсь. Такие. Вот это вот, смотрите, Анжела гигант. Ой, грамм 700, наверное. Сейчас начнут зреть. Завязи очень-очень много. Так что в этом году будем и с семенами, и с томатами. Все, до свидания. Желаю всем вырастить тоже хороший урожай. На будущий год, кто хочет вот так вот со мной посадить, весной буду все рассказывать. И может кто-то поэкспериментировать. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. С вами была Ольга Чернова.